Добрый вечер, Юлия Александровна. Юлия Александровна, давайте сначала напомним нашим телезрителям, что же такое вообще Ассоциация новаторских городов, которую сейчас возглавляет глава администрации Заречного Вячеслав Гладков. Что это за организация такая? Это общественная организация, коммерческая организация? Что это такое? Во-первых, это не коммерческая организация. Это союз единомышленников, управленцев и жителей малых и средних городов России, которые неравнодушны к развитию своих территорий. Ассоциация новаторских городов была создана по инициативе мэра города Заречного Вячеслава Владимировича Гладкова еще в 2012 году. Именно в 2012 году, в конце 2011, я бы даже сказала, мы как раз задумались о том, что невозможно всегда вариться в собственном соку. То есть у нас есть хорошие практики, да, мы их применяем, да, что-то мы моделируем новое, у нас есть какие-то идеи, инициативы. Но неплохо было бы знать, как те или иные проблемы по развитию территорий, по решению каких-то проблем решаются в других городах. Вот, собственно, отсюда возникла эта идея. Мы с нашими какими-то уже партнерами, другими городами, городами-побратимами встретились, обсудили вариант создания такой ассоциации. Сразу 11 городов ее поддержало. Собственно, она была зарегистрирована, и с этого времени она работает. И при всем при том, что мы считаем, что мы еще очень молоды, да, совсем небольшой у нас процесс развития произошел, но достаточно, скажем, мы продуктивно работаем. О продуктивной работе мы еще поговорим. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что наша программа выходит в прямом эфире, и сегодня вопросы по прошедшему в Сочи конгрессу Ассоциации новаторских городов вы можете задавать в прямом эфире по телефону 60 12 61. Юлия Александровна, а какие города входят в эту ассоциацию, и по какому принципу они отбираются? Существуют ли какие-то критерии для отбора? И ассоциация, она открыта для того, чтобы в нее вливались новые члены, или это уже сформированные полностью организации? Безусловно, ассоциация, она открыта, мы всегда рады приветствовать всех, и, как правило, каждый конгресс проведен, он дает свои плоды и результаты, к нам все больше и больше присоединяются городов. На сегодняшний день в ассоциации состоит 14 городов, это абсолютно разные регионы России. У нас есть и такие города, как Саров, Снежинск, Кольцово, Радужный, Обнинск, Тольятти, Плес, Заречный. То есть, поэтому мы абсолютно открыты для всех. А что касается вот тех критериев, про которые вы говорите, на самом деле критериев в них немного, он только один. В нашу ассоциацию могут входить любые города, которые не являются региональными центрами. Почему такой критерий был отобран? По одной причине, потому что региональных центров всегда денег больше, чем в малых городах. И им какие-то другие проблемы решать намного проще. Это, во-первых. А во-вторых, внимание больше со стороны области, и, соответственно, какие-то вопросы закрываются и правительством региона. Мало городов, к сожалению, таких преференций нет. И нам приходят все проблемы, все варианты решения разных вопросов придумывать самим. Поэтому, вот, собственно, только исключительно по таким критериям. Вы назвали такие действительно разные города, как Обнинск, Тольятти, Саров. Ну, несколько схож с нашим Заречным, Заречный. А вот те проблемы, которые есть у этих городов, они в чем-то схожи? Или это очень широкий спектр проблем, которые каким-то образом вот эти города пытаются вместе решать? Ну, я, во-первых, бы все-таки хотела немножко поправить, что мы решаем не только проблемы. Мы, как правило, работаем на перспективу. То есть мы говорим о том, что различные стратегические вопросы тоже можно решать разными подходами. Мы ими обмениваемся и делимся друг с другом. Более того, мы даже готовы друг к другу всегда, то есть это в нашем формате нашей работы, то, что мы готовы помогать адаптировать те или иные практики на разных территориях. Поэтому больше работаем в этом направлении. Но, что касается проблем, безусловно, есть схожие проблемы, есть какие-то различные в зависимости от территории, потому что абсолютно разные регионы. А как часто проходят вот такие диалоговые площадки? Вот этот конгресс был шестым. Какие-то еще форматы встречи есть у Ассоциации новаторских городов? И как выбирается место проведения, тематик проведения вот таких вот диалоговых площадок? Да, у нас форматы встречи, если мы говорим про диалоговые площадки, то мы начинали с двух конгрессов в год. Но потом все-таки перешли на один конгресс, потому что все работают, и на самом деле очень не всегда бывает возможно по два раза в год выезжать на различные территории. Тем более, мы бывает абсолютно расходимся в разные регионы, то есть добираться достаточно сложно. Сейчас мы проводим эти конгрессы раз в год. Но межконгрессная деятельность по общению, по обмену, она у нас происходит всегда в рабочем порядке. А каким, как вот место проведения определяется? Почему вот выбрал был город Сочи для проведения шестого конгресса? Два варианта. Первый, мы либо смотрим какую-то успешную практику на этой территории и предлагаем следующий конгресс реализовать именно на этой территории для того, чтобы тематика конгресса, выбрать эту практику, ее рассказать всем участникам конгресса. Либо второй вариант, если у нас есть город, который предлагает свою площадку, как, кстати, было в последнем конгрессе, попозже я расскажу. То есть это, например, город сам инициирует и говорит, что приглашаю вас к себе на территорию провести этот конгресс у нас. Мы это тоже всегда поддерживаем. Город Сочи был выбран не случайно, потому что мы определились сначала с темой. Мы выбрали тему «Диалог в городе». Технологии взаимодействия сейчас очень важна тема, и она поддерживается на федеральных органах власти, это муниципально-общественное партнерство. То есть вовлечение населения в жизнедеятельность города, в формирование диалога между властью и обществом. И так как город Сочи один из первых, кто, скажем, столкнулся с этой проблемой очень серьезно и преодолел большие барьеры при подготовке к Олимпиаде, им приходилось выходить к людям, к населению и решать очень много городских вопросов, начиная от смены крыш, красить их в один цвет, заканчивая фасадами, заканчивая благоустройством и всем остальным. И когда мы общались с руководством города Сочи, они на самом деле говорили, что никогда себе не представляли, что вообще-то надо к людям выйти, поговорить, пообщаться, и на самом деле это не так просто. Поэтому именно эта территория была выбрана по этому признаку. У города Сочи очень много было практик, они очень много действительно предлагали, мы не все успели заслушать по их практике, которые именно родились у них при подготовке к Олимпиаде. Вот, там второй конгресс у нас проходил в городе Тольятти, там мы брали как раз фонды по типу нашего клуба стратегического развития, где этот фонд именно был, скажем так, он лучший в России, именно в Тольятти, поэтому диалоговая площадка была признана там. В городе Одинцово, Московской области, наша система была «Молодежь в авангарде муниципального развития». Да, мы как раз и поднимали проблему, каким образом нам нашу молодежь вовлечь в развитие городской среды. То есть, чтобы они были не просто созерцателями происходящих в городе процессов, И потребителями. Да, и потребителями, совершенно верно, а то, чтобы они были соучастниками этого процесса. И там была вообще у нас отличительная других конгрессов сессия, это когда мы с каждых городов, из членов Ассоциации новаторских городов, по шесть парней и девчат уже в возрасте, скажем, одиннадцатиклассников, мы отправляли туда на неделю, они моделировали разные проекты городского развития, как они это видят, и потом, собственно, всем членам конгресса они их презентовали и представляли. Ну и так в каждом городе абсолютно разная тематика. Город Плес, Ивановская область, они нас тоже принимали, и как раз там мы говорили про маркетинг территории, то есть продвижение своей территории, потому что это уникальный проект, город, в котором две тысячи жителей, вошел в Золотое кольцо России и стал туристической площадкой, которая сейчас огромное количество туристов за туристический сезон набирает. Ну и так, собственно, в каждом городе разная тематика. Ну а здесь вот я посмотрел материалы, которые выходили в средствах массовой информации, федеральных в том числе, и местных, вот, краснодарских. Здесь, о конгрессе Ассоциации инноваторских городов, вот, краснодарское телевидение, проходит конгресс Ассоциации инноваторских городов, уникальной для России площадкой, которую создали сами муниципалитеты для того, чтобы вместе сделать свои города удобнее для жизни. РИА Новости из Сочи передавал взаимодействие муниципальных властей и городских сообществ, обсудили на конгрессе Ассоциации инноваторских городов, и этот конгресс был посвящен муниципально-общественному партнерству, новому формату взаимоотношений муниципальной власти и городских сообществ. Вот скажите, пожалуйста, почему была определена такая тематика, вы уже затронули, что это вызывает интересы и у федеральных органов власти в том числе, почему именно такая тематика? Да, мы слышали неоднократно отзывы от чиновников различного уровня, и не только чиновников, но и общественных деятелей России, которые приезжают в Заречное и говорят, первое, что поражает, это, как бы не пафосно это звучало, единение власти и народа, да, когда глава администрации – это человек не божитель какой-то, да, а человек, который на улице, человек, которого можно увидеть на улице, которому можно подойти на улице, и который действительно знает, что там в третьем подъезде двадцатого дома на улице Комсомольской обрушилась ступенька. И он это видит, он это знает, и к нему можно обращаться с такими проблемами, и вот этот вот как раз диалог, он удивляет очень многих, кто приезжает к нам в город. Вот этому была посвящена одна из тем Конгресса? Да, во-первых, этому. Во-вторых, вот у нас принимал участие мэр города Волгды, он рассказывал о том, что всего несколько лет назад отток жителей из Володок составлял до полутора тысяч человек в день. Я боюсь ошибиться в цифрах, но он реально называл такие цифры. А у них была стратегия по как раз направлению тому, чтобы Волгда стала привлекательным городом для непосредственно самих горожан. И как раз в своих практиках он рассказывал о том, что сколько проектов они реализовали, насколько им приходилось выходить на диалог с жителями, вовлекать их в жизнедеятельность для того, чтобы вот этот отток его прекратить, и чтобы жителям было комфортно находиться и жить в своем городе. И они этот проект реализовали, и он его как раз презентовал, рассказывал. Потом мы приглашали, не случайно приглашали мэра Череповца, когда из промышленного серого города, сейчас это город, у которого есть стратегия развития, и это город, у которого есть масса удачных проектов, про которые рассказывал несколько раз, три раза на трех площадках выступал мэр. И я хочу сказать, что даже я лично для себя подошла и попросила все презентации у мэра для того, чтобы более подробных изучить, потому что мне стала очень интересна вот та практика, про которую рассказывал Череповец. Поэтому тематика вовлечения населения, она на сегодняшний день настолько актуальна. Мы попали в тренд с общественной палатой Российской Федерации, потому что для них сейчас это одна из основных тем. К нам на конгресс приезжали представители, заместители директора департамента по социальным вопросам Министерства экономического развития Российской Федерации. К нам приезжал заместитель председателя общественной палаты. Приехали они не случайно, только потому, что эта тема очень важна и интересна сейчас. Вот скажите, пожалуйста, в чем особенность прошедшего конгресса? Как бы вы ее отметили с точки зрения участника и с точки зрения одного из тех людей, кто организовывал этот конгресс, поскольку он у Заречна был во главе этого процесса, стоял? Вот вы как представитель городской администрации. Какую бы особенность прошедшего конгресса отметили? Во-первых, это география участников. Такое количество представителей разных городов у нас не было еще ни на одном конгрессе. То есть это было более 40 представителей. Во-вторых, это качественный состав. У нас было самое большое количество мэров. И если не мог приехать мэр, то ехали его первые заместители. Это было опять не случайно, потому что тематика затронула всем, и всех захотелось посмотреть другие практики. Ну и третье, это практики сами непосредственно, потому что ведь неспроста те, кто посетил один раз, они на самом деле потом едут посещать еще и еще. Потому что те практики, которые они слышат и узнают, они обязательно потом начинают адаптировать на своих территориях. Пусть одну из всего конгресса, но они ее берут. И это немаловажно, потому что даже иногда бывает одна практика, но она становится настолько популярной и полезной на территории, что решает там несколько проблем или направлено на развитие того или иного вопроса. А скажите, пожалуйста, опыт Заречного по внедрению такого вот партнерства власти и общества, он востребован, и мы интересовались, вот вы говорите, что там более 40 городов, да? Насколько был востребован этот опыт у ваших коллег? Ну, первое, в рамках шестого конгресса, вот опять к вопросу об отличии, да, у нас в рамках конгресса проходила Всероссийская конференция агентства стратегических инициатив, да, всем известной оси. Эта конференция была посвящена адаптированию методики Клуба стратегического развития, которая была разработана самим агентством стратегических инициатив на собственном примере города Заречного. То есть наш Клуб стратегического развития стал проектом во всероссийском масштабе, на развитие которого, то есть на популяризацию которого начинают моменты идеи, создания, продвижения и уже непосредственно реализации, методику по этой работе написало само агентство. И они презентовали ее в рамках шестого конгресса. Второй наш проект, который пользуется невероятной популярностью, это наш конкурс «Мой дом, мой двор». Да, это благоустройство внутри дворов в территории. Также есть в других городах проекты, которые заимствовали Заречные. Например, также всем известный благотворительный спектакль. То есть мы же его не придумали сами. Мы его также подсмотрели в Тольятти, на одном из их конгрессов, который у них проходил. Они рассказывали о том, как они с помощью этого благотворительного спектакля помогают больным детям. Пожалуйста, эта практика реализуется у нас. Эта практика реализуется в Пенте, который также позаимствовал них. И вы представляете, сколько восторга вызывала эта практика, когда у нас Владимир Александрович Шуманев на шестом конгрессе докладывал о том, как этот проект реализуется в территории города Заречина. То есть я просто сидела, наблюдала и видела, как люди с планшетами, с телефонами фотографировали все наши слайды, записывали все рекомендации, которые давал Владимир Александрович. Я не удивлюсь, если через полгода этот проект зазвенит еще так же по всей России, как и наш клуб. Поэтому я считаю, что это очень полезно. У нас предыдущий конгресс проходил в городе Сарове. Мы тогда подхватили как раз тренд. Это был тренд по импортозамещению, по развитию малого и среднего бизнеса. Там у нас тоже были представители Минпромторга России. Мы как раз решали вопрос по развитию малого и среднего предпринимательства. И тоже очень много было предложено проектов, которые там наш кластер, когда представлял свой проект, они же сразу скопировались с Саровым по одному из проектов и начали взаимодействовать. То есть именно на этой площадке предприниматели увидели вот ту точку пересечения, в которой они могли поработать. То есть там вы бизнесмен принимали участие в работе? Ну вот в тематике в Сарове, да. В Сарове, когда мы говорили про малый и средний бизнес, мы к диалогу приглашали и предпринимателей. Они приезжали и мы своих приглашали. У нас ездили предприниматели и саровчане, и другие города приезжали. Юлия Александровна, насколько вот эти вот диалоговые площадки, вот эти вот конгрессы, ассоциации новаторских городов, насколько они полезны? Обмен опытом, да. Хорошо. Что еще приобретаем мы? Вот после вот этих вот диалоговых площадок, опять же, в плане, может быть, повышения имиджа Заречного, повышения узнаваемости Заречного? Ну, это безусловно, потому что Заречный на каждом из конгрессов звучит. У нас нет такого конгресса, нет ни одной такой диалоговой площадки, где мы бы принимали пассивное участие, где бы мы просто были слушателями или зрителями, и мы всегда рассказываем о том, какие проекты или практики есть на нашей территории. Вот. А второе – это опыт, который мы берем для себя. Я считаю, что это очень важно, потому что можно очень долго думать и искать, каким образом подойти к решению того или иного вопроса, а здесь можно просто услышать. Вот еще раз повторюсь, я была просто поражена, вы не представляете, насколько на ура принимали мэру Череповца. Я первый раз такое видела, это молодой такой у них активный мэр, который рассказывал вот про проекты на сегодняшний день, реализующие Череповцы. Было очень интересно, и просто аудитория не готова была его отпускать, они хотели узнать о нем все. То есть имеется в виду вот о том, как они решают там тот или иной вопрос. Но я хочу сказать, что потом по результатам конгресса мы на своем сайте новаторгород.ру размещаем все презентации, всех участников, всех, кто заявлялся для выступления, и потом, в принципе, это можно также отследить, посмотреть. Вот вы говорили о тех практиках, которые перенимает Заречный. Упомянули, уже два раза упомянули Череповец. Заречный, что еще вот с этого конгресса взял себе на вооружение? Если говорить вот о презентации там Череповца, о повышении популярности города среди его жителей, что Заречный будет брать себе, каким образом он будет адаптировать это все на своем, на своей территории? Ну, я пока бы не хотела забегать вперед, потому что там очень много было вариантов. Я уже буквально вчера, еще в воскресенье, всем своим коллегам, которые не были непосредственно территориально в Сочи, я уже всю информацию им отправила, мы будем разрабатывать. На самом деле было очень много также и от Павола, где проектов, которые они представляли. Например, у них в городе есть карта забота. То есть это карта, которая разработана в городе для всех либо малоимущих, либо пенсионеров, там у них разные категории, да. И по этой карте предприятия города Вологды, которые входят, вот вошли в эту программу, то есть они подписали некое соглашение, дают 5-процентную скидку на покупки. То есть, первое, они поддерживают местных товаропроизводителей, потому что они не идут в федеральные сети, федеральные сети никогда на это не пойдут, у них своя система скидок, да. Соответственно, это местные товаропроизводители, это местные аптечные сети, это субъекты малого предпринимательства, даже не средние, это парикмахерские, это какие-то сферы обслуживания, да. То есть они объединили их в некий такой проект. И эту карточку вот мы до конца еще с ними не проработали, но как раз вот вопрос о том, чем мы занимаемся в межконгрессной деятельности, вот мы сейчас этот проект у них уточняем, они нам дадут полную информацию о том, каким образом у них зародился этот проект и как они его внедряли на своей территории, то есть какие этапы они прошли, как они вели диалоги с предпринимателями, какие сферы населения, какие вот среды населения они брали для того, чтобы в этот проект войти, что этот проект дает самому бизнесу, то есть он у них увеличивает там доходность, реализацию, там просто популярность. И мы смотрим, какие вопросы мы можем решить, как мы можем помочь нашим малоимущим семьям с помощью внедрения таких карточек. Вот сейчас мы, я уже сегодня со своими коллегами прорабатывала этот вопрос для того, чтобы эту практику адаптировать на нашей территории, возможно ли это или нет. Дальше мы будем уже работать с предприятиями нашего города, которые, возможно, изъявят желание войти в этот проект, потому что в следующий раз житель нашего города имеет такую карточку, подумает, там он пойдет в Магнит, да, или в магазин Кабината детского питания, он пойдет в нашу муниципальную аптеку или там в другую сеть. Это один из проектов, а что-то еще интересного вы для себя вынесли с этого конгресса, еще какие-то интересные конкретные практики? Вынесли, их просто было на самом деле очень много, потому что у нас было два рабочих дня, у нас было четыре секции, у нас было начиная от пленарного заседания, потом мы разговаривали про формирование местных сообществ, то есть мы рассказывали именно, каким образом запустить механизм формирования этих сообществ, для чего они нужны, какую полезность от этого испытают и сами сообщества, и насколько это будет эффективно для управления городом. После обеда мы как раз проводили Всероссийскую конференцию Агентства стратегических инициатив, где как раз рассказывали про нашу практику и клуб стратегического развития, и вечером мы рассказывали, мы говорили про стратегию, нужна ли городу стратегия, должен ли город жить по стратегическим документам. Было очень интересный такой формат в виде некого ток-шоу, где принимали участие три мэра, у которых в городе есть стратегии, три мэра, у которых в городе нет стратегии, и независимые эксперты. Была очень интересная двухчасовая панельная дискуссия, а на второй день, собственно, все участники Конгресса, они как раз делились вот этими практиками, рассказывали, то есть практически четыре часа свободного времени. Я хочу сказать, что его не хватило, потому что были те, кто не успел выступить и рассказать. А вот скажите, пожалуйста, те практики, тот опыт, который преподносил Заречный, насколько, я уже спрашиваю по поводу его востребованности, вот насколько, на ваш взгляд, он, по отзывам коллег, насколько он реализуем в других городах. Ведь все-таки у нас город своеобразный. Это город небольшой, это город очень компактный. Несмотря на то, что проживает 64 тысячи человек, ну, Зареченцы все друг другу в лицо знают, фактически. Возможно ли его применение в городах, может быть, с таким же населением или чуть большим, но более таким растянутым в площадях? Что говорили об этом ваши коллеги? На самом деле, любой опыт и практика, она спокойно адаптируется к другим территориям. Главное знать вот этот сам механизм. И, собственно, вот этот сам механизм мы в рамках ассоциации помогаем его осуществить. То есть, любой город, если ему понравилась тайная практика, вот даже то, что я вам сейчас рассказывала по карте, да, они могут обратиться к идеологам этого проекта там, где он уже реализован, где есть уже результаты, где он работает, этот проект и приносит уже какие-то результаты. Они могут либо выехать на территорию, посмотреть, либо в заочном формате прорабатывать. Мы полностью прорабатываем. Кстати, вот в городе Северск есть аналогичный проект наш, он называется у них «Северский дворик», где, собственно, они вот точно так же по нашему образу и подобию на конкурсу «Мой дом, мой двор» стали реализовывать его в дворах. Так же благополучно его реализовали, но у них работает и счастливы как жители от благоустроенной территории, так и все горожане, которые просто прогуливаются по этой территории. Пример спектакля, он точно такой же, да. Тольятти, там, большой город, несравнимый с Заречным. Да. В 5-6 раз больше города Заречного. То есть, когда мы услышали о суммах, которые они собирают за спектакль, о людях, которые играют в спектакль, мы подумали, ну, у нас, наверное, так не получится. На самом деле, получилось даже лучше. Я хочу сказать, что объем средств, которые собираем мы за один спектакль, он не уступает региональному центру. То есть, точно так же и другие города, которые на сегодняшний день начинают этот механизм внедрять. То есть, клуб стратегического развития, как я уже выше говорила, разошелся по всей стране. Вот, скажите, пожалуйста, определена ли тема и место проведения следующей ассоциации новаторских городов? О чем хотели бы вы поговорить, о чем хотели бы узнать член ассоциации? Мы определили место. Определили место, потому что изъявило желание город Вологда. Они, побывав, поработав в течение одного дня на нашем конгрессе, сказали, что мы хотим следующую такую площадку предоставить у себя в городе. Все члены ассоциации новаторских городов поддержали, сказали, что нам это интересно, поэтому следующей площадкой будет город Вологда. Но тематику мы, наверное, будем еще с ними отрабатывать, потому что для этого нам надо узнать все-таки, за какую из своих лучших практик считает город Вологда, какие проблемы можно было бы и вопросы пообсуждать на их территории, чтобы именно они могли показать. То есть была у них проблема с оттоком жителей, они ее решали наверняка не одним механизмом, а целым набором инструментов для того, чтобы повысить имидж своей территории и комфортность проживания. Поэтому хотелось бы, во-первых, узнать, что же все-таки у них вошел в этот набор инструментов. Потом наверняка у них есть еще масса других проектов. И вот когда мы уже более подробно с ними в рабочем порядке отработаем, тогда будем уже говорить о тематике. Ну а во-вторых, мы обязательно промониторим на сегодняшний день, что находится в тренде на уровне Российской Федерации, потому что каждый раз приоритетность вот этой тематики, они меняются. Была проблема с импортозамещением, когда вся страна об этом говорила, и была потребность этот вопрос обсудить, мы взяли эту тематику. Когда была проблема, вот если даже неправильно, был вот, наверное, тренд по муниципально-общественному партнерству, потому что даже общественная палата сейчас этот вопрос встает во главу угла. Даже форум сообщества, который 3-4 ноября проходит в Москве, то есть у них как раз это и есть аналогичная тематика. Ну и, видимо, член общественной палаты, который присутствовал на 6-м конгрессе, он расскажет об этом, о том, что происходило? Обязательно, они разместили это все на своих сайтах, то есть они поддерживают. Мы стали победителем в номинации как лучший проект перспектива в конкурсе общественной палаты, поэтому они знают про нашу ассоциацию, они ее поддерживают, и Александр Бричалов ни в одном из своем интервью ссылался на наш проект и говорил о том, что это очень перспективный проект, который он готов всячески поддерживать. Ассоциация планирует ли продолжать и дальше свою работу? Также раз в год будет проходить конгресс? Да, также будет раз в год проходить. Сейчас вот после этого конгресса у нас очень много городов, которые заявили желание вступить в члены ассоциации, поэтому я бы сказала, наверное, даже мы будем работать не так же, а еще более активно и конструктивно. Ну что ж, успехов вам, Юлия Александровна, успехов нашему Заречному. Спасибо за участие в нашей программе, всего вам самого доброго, и будем надеяться, что полезные практики других городов мы тоже будем применять здесь у нас на нашей территории. Спасибо. Всего доброго. И на сегодня это все, я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин